Всем привет! Вы находитесь на канале Фазго РТВ, мы с вами продолжаем Sky. Пришлось, конечно, после последней просто буквально проклятой серии провести такую, знаете, тотальную диагностику вообще всей сборки, потому что... Ну, даже не сборки, а сохранение Sky преимущественно, потому что невозможно было зайти в Винтерхолд из-за резких отключений электричества, да, спасибо большое моему дому. Вот, но вроде все починилось, вроде все работает, и мы можем двигаться дальше. Вот, но вместе с этим также я еще поставил некоторые классные вещи, которые сегодня покажу. Еще кое-что хочу сделать, но не успел пока что, вот, не дошли руки, это касается отображения оружия на персонажа, потому что есть немного другой, более прямолинейный, что ли, мод, который работает лучше, как мне кажется. Ну, по крайней мере, вот, по тому описанию, которое я видел, оно как-то поинтереснее. Вот, что касается, правда это или нет, конечно, я пойму, когда уже поставлю. Вот, пока что имеем, что имеем? Винтерхолд, давненько здесь не были. Симпатичны здесь в том числе, но я единственное не могу понять, где нам нужно искать мага, о котором говорила нам приспешница Азуры. Потому что именно от задания мы выполняем, черная звезда. Ранее жрец Азуры говорит, что мне предстоит найти эльфа, способного сделать ярчайшую звезду темнее ночи. Она считает, что он находится в Винтерхолде. И, кстати говоря, касательно того рыцаря в желтых доспехах, которые, бонитовые доспехи, только почему-то желтые. Я понял, кто это. Я понял это, когда что-то открыл плейлист, начал просто мотать, увидел его на одной из обложек. Это было 8 месяцев назад, но он же типа из другого мода квестового, который мы проходили. Не помню, как называется. Ничего, по-моему, из него толком не получили. Там были какие-то кольца. И вот он был там. И я, конечно, вспомнил о нем вот только, как будто я говорю, когда увидел картинку. Это было удивительно. И непонятно. Я не знаю, почему у нас здесь... Как так получилось, интересно. Ха! Как скажешь, Форальда. Блин, ну, возможно, сейчас все Винтерхолде будут такими. Потому что... Потому что кто-то забыл поменять порядок. Коллеги. Сейчас посмотрим. С лицами все вроде как нормально. В общем-то, да, вот, классная вещь. Взаимодействие теперь автоматически приклеивается к предмету от лицевого лица. От первого выглядит странно, очень массивно, но... Зато от третьего очень удобно взаимодействовать с вещами. Слушай, я не вижу метки. Вообще никакой метки не вижу. Ее просто не существует по какой-то абсолютно непонятной мне причине. Нам нужен эльф. Я не знаю, он может быть в... Типа, вряд ли он в Винтерхолде. Мне кажется, что он либо... Либо, конечно, здесь каким-то мистическим образом оказался. Либо пойдем посмотрим в таверню. Других вариантов у меня нет особо. Тем более, в коллегию, да, возможно, идти пока что не стоит. Да? Да, блин, Мирабелла, отстань и оденься. Серьезно. Хотя, может, это баг отображения, нет? Не, не видно. Странно. До этого, по-моему, отмечалось. А мы о нем знаем только то, что он эльф, да? И все. Это единственная информация о нем. Ну, он эльф и, наверное, выглядит как маг. Скорее всего. Давайте проверим. Самое очевидное место. Непонятно, конечно, как искать. Ну, это проблема с Каримом. В целом, всегда она была. Собственно, поэтому... Поэтому в этой игре всегда так... Прямолинейно квесты и работали, да? Так, ну здесь тавернщик. И, по-моему, никого не... А нет, кто-то сидит, смотри. Ну, это какая-то девочка. Девочка Лорана. Не знаю, может, он спит. Может, он где-то все-таки здесь есть. О, привет. Нелакар. Мои дни в коллегии давно прошли. Но я предпочитаю все-таки не уезжать далеко. Ну, он эльф. Я ищу эльфийского мага, который изучает звезды. Кто тебя послал? Коллеги? Ярл? Мы же договорились, что вопросов больше не будет. Ну, меня послала жрец Азура. Азура? Боги! Старое наваждение вновь вернулось ко мне. Что тебе известно о камнях душ? Они служат для зачарования. Да, только камень всегда поглощается. Они хрупкие. Все, кроме одного. Звезда Азуры. Деидрический артефакт, способный пропустить сквозь себя сколь угодно много душ. Некоторые из нас захотели понять, как такое возможно. Я тогда работал под началом Мэйлена Варена. Если бы только мы знали в ту пору, что он на самом деле задумал. Что он сделал? Мэйлен хотел изменить звезду. Он умирал от недуг. Он думал, что сможет поместить свою душу вовнутрь. Стать бессмертным. Это свело его с ума. Ученики начали умирать. В конце концов, коллегия исключила его из своих рядов. Он забрал нескольких верных последователей и скрылся с ними в глубинах Иленалка. Послушай, мне нет дела до того, кто поручил тебе найти звезду. Но не возвращай ее Азуре. Даэдра это зло. Это они свели Мэйлена с ума. Как она действует? Я уже говорил, что звезда это камень душ, который можно использовать повторно. У этого артефакта есть еще одна особенность. В звезду можно помещать лишь белые души, принадлежащие низшим созданиям. Магия Азуры не позволяет черным душам проникнуть внутрь. У Мэйлена, как у любого смертного, черная душа. И потому одной из целей его работы было обойти законы Азуры. Он был уже на грани. В общем, я тебе уже рассказывал. А каким образом это Даэдра свела Мэйлена с ума? Азура не просто Даэдра. Она повелевает целым царством в Обливионе. Чем больше Мэйлен трудился над звездой, тем сильнее Азура на него влияла. Все началось незаметно. Мэйлен стал видеть то, чего никто больше не видел. Потом принялся кричать на учеников за какие-то слова, которых те и не говорили. Как-то раз я зашел к нему и увидел, что Мэйлен убил ученицу. И в приливе кошмарного вдохновения использовал ее душу для своей работы. Ну, похоже, он получил то, чего заслужил. Коллегия бы с тобой согласилась. Но ты представляешь, сколько невинных в жизни было загублено? Только чтобы Азура смогла отомстить. Для Даэдра мы ничто. Пешки, которые можно двигать, хвалить и наказывать как угодно. Ну, я понял. Ты у нас против Даэдра и так далее. В принципе, не то, чтобы я за... Блин, да, на самом деле, если так посмотреть, то у меня даже... Ну, даже на спине. Сейчас... У Ацкала тоже не Даэдрический артефакт вроде нет. У Лукауреля тоже, ну, типа... Я даже уже кинжалы Даэдрические поменял на, ну, как бы, нормальные вещи. Ну, то есть, в принципе, мы тоже от этого отходим. Кстати говоря... Ну, кроме вампиризма, само собой, ну, это такое, знаешь, что... Детали. Детали, которых никому лучше не знать. Ну, как не знать. Не видно же, да, ничего. Абсолютно непонятно. Кстати, интересно, у меня починился, наверное, вообще в Винтерхолде, или мы сейчас окажемся, как обычно. Да, почему это происходит, интересно. Отпусти! Такой оп, и вышел. Типа, я не знаю, что это такое. Надо что-то переустановить, возможно. Так, где это у нас? Кстати, переустановил карту, другую поставил. Более... Она у нас, по-моему, уже была. Мне предыдущая нравилась, но она пипец какая однотонная, особенно с этими метками. Это более конкретная, с дорожками. Видно, где ходить, как подойти. То есть, вот, к тому же стиле Лич Азура, да, вот было видно, что тропинка сразу подошел. Так, конечно, прикольная, но на ней прям недостаток информации. И она слишком однотонная, чтобы на ней вообще что-то видеть нормально. Так, проблема в том, что из-за количества всего я не то чтобы вижу сейчас. Куда нам нужно? Вижу. Глубины или науты. Около Вайтрана. Но мы тут были... Маленький Вивек. Что это было такое? А это около Фолкрита, прям буквально. Давай к полулунной лесопилке. Так, да. Приближаемся, да, мы коллеги Вентерхолда. Ну и надо будет, надо будет, наверное, к ним сходить все-таки. Я не знаю, как я буду проходить коллеги Вентерхолда. Типа, я не знаю, потому что я 100% сложу оружие, буду пытаться в магию. Может, в вампири... Нет, в вампирическую магию тогда репутация вообще в днище упадет. Никто не должен видеть, как я это делаю. Тем более у... А, ну хотя... Драугры. Не знаю. Такое. Очень сильно такое себе. Особенно учитывая, что все враги-то, они как бы... Под меня подстраиваются. Не то, чтобы они пытаются быть там слабее. Или сильнее. Ну нет. Я слышу уже, давай. Давай, давай. Давай, мой хороший. Я тебя слышал, ты можешь даже не пытаться прятаться. Ну. Ну где-то вот он же был. Где-то летает. Удобно, слушай, вот с этим отображением. Оно еще, ну как бы автоматически работает, прям удобно. Не надо, знаете, когда там монеты подбираешь какие-нибудь на столе, миллиметры вымерять вот это вот от первого лица. Все прям идеально сразу работает. Красиво. Причем, что самое интересное, я его сначала увидел, когда-то давно подумал, да зачем он нужен? Будет мельтешить. Все такое. Да где он летает? Вот, потом увидел недавно еще раз, увидел, что его как-то подобновили. И нахер забыл, как он называется. Типа, ну, то есть я его увидел, понял, что надо с ним что-то сделать, поставить, а искать его было тяжело. Кстати, тоже классное нововведение. Трава теперь давится. Причем, смотрите, она давится, и она остается в этом положении. Ну, там на какое-то... Где-то на какое-то время, где-то до перезагрузки локации. Очень круто. А еще трава теперь полностью взаимодействует со светом. Это сделал товарищ, который ЕНБ создал. Борис Воронцов. Очень классная вещь. И иммерсивности добавляет, конечно. Я на бусте сделал более такой подробный проход. Причем это работает не только с персонажем, видите, вообще с любым объектом. Враги, животные, все теперь давят травку. Ну, не всю, само собой, там какие-то кусты нельзя. Но просто потому, что они там не встроены в эту систему. Слушай, он где-то летает, я не понимаю где, но как будто очень рядом. Очень странный парень. Грубо говоря, давай, не знаю, стенегрива слезем. О! Что такое, что за кусок инвентаря у меня появился интерфейс, точнее? Интересно. То есть вот такие маленькие травинки, они такие уходят. Да, и вот можно найти вот эти. Есть еще более крупные, но, по-моему, просто их нет в этом биоме. Чтобы посмотреть, это надо около... Около Ривервуда точно есть. Ну, вот такие вот, например, не давятся. Но это просто какая-то мертвая сухая хрень. Во-во-во-во-во, вот это вот так хоп-хоп. Очень круто, не знаю. И освещение показывать не буду, но освещение, типа, полностью понимает не физику, а существование травы. И поэтому, как бы, свет проходит сквозь траву, отбрасывает правильные тени и все такое. Короче, все становится только еще лучше. Мне кажется, что, в принципе, ТС-6 не нужен. Так, а вот эти... О, даже камыши можно, смотри. Очень офигенно. Так, что это у нас за железная стрела? Кстати, давайте поменяем на что-нибудь более существенное. Например, две мерзкие. Ну, да и бонитовых, слушай, где-то на раздобыть. Не физики, да, и бонитовые. Мне бонитовые очень нравятся под сет. Очень красиво у меня. Под общую броню. Давайте посмотрим. Их, правда, 60, и тратить их на обычных противников такое себе, но не факт, что здесь будут обычные противники, правда. Какие-то затопленные... Затопленная крепость какая-то. Предполагаю, что там внизу будет... Адища? Как всегда. Драугры, скелеты, некроманты. В такое место вряд ли будут закапываться. Посмотрим. Ко всему готов. Ко всему готов. Если там кто-нибудь спит, я вообще буду счастлив. У-у-у. Чё ещё? Возможно, тейк про некромантов был очень даже уместен. Не знаю. Непонятно. На всякий случай присядем. Ну, черепушки этот стандартно, в целом. Просто ещё... А, тут ещё такой артефакт. Мг, скелеты есть. Ну, и некроманты, соответственно, тоже. Не могу почему-то перевестись. По непонятной причине. Подожди, первого... Железная стрела. Сюда. Что? Я тоже моду тут обновил. А чё, попадать будем? Вот. А на скелета... Отмечаться будем? А почему на скелета мы не отмечаемся? Непонятно. Не знаю. Странно. Я поставил новые версии, на самом деле. Вот моду, например, которая показывает хп отдельно. Над головой. Да, от первого лица это супер громоздкая история. Но ничего. Мне всё равно так больше нравится. Вообще, какие-то новые элементы интерфейса. Что я... Подожди, а что я обновил? Ну, интерфейс я обновил, да. Новые версии. Какие-то новые, видимо, вообще функции появились. Не попал. Тут кто-нибудь есть? Нет, вам кажется. Потому что, ну, они первого уровня. Это... Это без шансов. Так, а почему моё вот это потрясающее заклинание, которое позволяет поднимать трупы, как только я их убил, работает так тупо? Или это не я сделал? Не могу понять. Слушай, мне нравится. Мне прям правда нравится. Стало удобнее. В антерн без разницы. У меня, типа, ну, тут прям... Погружение в управление было. Потому что... Если честно, настройка всего вот этого вот... Инструментария третьего лица не просто так работает. 27. Ну, всё равно не поможет. Ну, слабенько, слабенько. Мне кажется, что если здесь всё-таки есть какие-то глубины более серьёзные, вот там будет что-то конкретное. Потому что так просто... Мало о чём можно вообще переживать здесь. Мне кажется, это даже неплохое. Хотя тут маги, наверное, не будем. Или будем. На новом оффсет, кстати, можно посмотреть, потому что я анимации поменял. Все. Все боевые анимации теперь другие. Чуть более... Точнее так, чуть менее анимешные. Типа, нравилось, что было, но в какой-то момент... Всегда можно найти что-то получше. Так. Хорошо. Кто-нибудь спит, может быть. Слушай, вот они сидят. Всё ещё я не могу их есть, да? Дополнительная магия. Правда, не то, чтобы они удобно сидят. Ого. Это уже интересно. Кто такой? Арк-некромант. Слушай, Арк-некромант. Мы с тобой сейчас кое-что попробуем. Как ты отреагируешь, если я подойду к тебе сзади и дам... Немножечко порезик на шейке твоей. Опыт дали. Левел ап? Да ладно. Не может быть. Чё, левел ап прям? Что с кровью произошло? А, это была кровь на камне душ. Всё хорошо. Карта фортуны путешественника. Неужели мы продолжаем собирать их? Так, цепь. Поднимает мост. Бесполезная цепь. Слушай, левел ап это очень круто. Это очень круто, потому что наконец-то мы можем прокачать магию на один единственный раз. Оно не прокачивается настолько хорошо, чтобы... Я понял. Орвака мы не вызовем никогда. А ещё это, кстати, 48-й, поэтому у нас должно быть два навыка. Дэм. Красноречие. Красноречие. Чё, дальше в двуручное оружие пойдём? Не помню, в кузнечное дело мы вкладывали вообще? Да. Мы не вкладывали в него время. Улучшенное приспособление. Деймерская автопушка. Не, меня интересуют только конкретные предметы, но на это реально потратить будет потом когда-нибудь, когда-нибудь. Силовая атака двуручным оружием в спринте наносит до 50% больше обычного критического урона противникам с запасом здоровья выше половины. Если силовая атака двуручным мечом с движением вперёд оставляет своим целям более 60% запаса здоровья, она наносит дополнительный урон, компенсирующий разницу. Неплохо. Тут надо уже уровень поднимать. Ну и вот это тоже возьмём. Продолжаем двигать Скай в сторону мастера просто вооружения любого. Ну, луки есть, кинжалы есть, мечи есть. Там топоры всякая такая тяжёлая хрень не нужна, двуручные мечи вот в процессе. Надо только им пользоваться, да. Надо пользоваться Блацкалом. Хоть он меня и бесит. Нереально он меня бесит. Не зажимай меня. Так, а это получается... А, это самое... Это начало. Да, это начало, и всё хорошо. Окей. И это у нас уже... Сама или НАТО, да? Сама по себе. Господи. Звезда Азуры прямо здесь. А, ну, вот я, собственно, так и думал. Товарищи... Вот, 52. Вот это неплохо, это мне нравится. Это прям классно. Так, камни душ у них здесь. Ну, ладно, как раз-таки я думал, что, может быть, они тут со звезды-то и с ума звезданулись. Что-то похоже на правду. Так, осколки мне особо не нужны. Хорошо. Осколки не нужны. Это неинтересно. Я предлагаю, правда, пройти по пруду. Давайте просто, вот, типа, задача пройти Бладскалом. Потому что Скайу уже просто неинтересно самой по себе вот так вот идти. Всех выносить. Вот у меня есть меч. Я хочу им пользоваться. Не зря же вот та Скайу на спине постоянно. Здрасте. Ничего себе, как она долго жила. Так, а ты даже не думай об этом. Ау. Подожди, мне, мне, типа, мне написала игра, что я подобрал стрелу, потому что он в меня попал, или что? Что это было? Не то, чтобы я против, чтобы это так работало. Не то, чтобы в меня, правда, часто попадают. Ну, как скажете. Так, опять какие-то крутые некроманты, видимо. Слушай, а скрытая атака, мастер-некромант, скрытая атака двуручным мечом сколько нанесет, интересно? Попробуем. Что с Скай происходит? Мя-а-а! Воу! Что это? Это от меня, но они сейчас умрут. Нет! Внезапно. Это не от меня! Видимо, это все-таки от некромантов. А как это работает? Вот, не важно. Ну, правильно, потому что у меня это как-то пассивно. Вроде. Или, короче, не важно. Это такая. Это вампирическая история, которая мне особо не интересна. Я пользуюсь другими навыками. Слушай, ну это супер странно будет, если доедрически я серьезно. Серьезно? Типа доедрически. Вот это звезда? Что у нас здесь в итоге? Стеклянный шлем, сломанная звезда Азуры. Она просто валяется здесь. Поклоняться доедрическому принцу Азуре? Принц заката и рассвета. Создатели богини каджитов и данмеров. Последователь. Враги поблизости теряют часть сопротивления магии. Заключай души в мою звезду. Исследуй новые земли. Вознеси молитвы лишь в сумерках. Под открытым небом темный эльф и мастера школы иллюзий. В особенности угодно мне не Азура. Я, как и любому другому богу, просто так не служу. Гримуар Мейлина Варона, кстати, можно изучить. Я предлагаю его взять и прочитать. Сейчас просто не здесь. Еще надо стрелу вытащить. Потому что, да, это такое решение, которое надо принять. И вот не понимаю я пока, что я хочу с ним делать. Заползаем. Просто ее починят в том или ином виде. Просто как ее починят, да? На какое состояние? Что с ней станет? Блин, кровь в волосах. Че только в волосах вот в итоге кровь, а? Че за фигня? Так. Отнести звезду Аране или отнести звезду Новосару? Но он, на самом деле, не дал мне каких-то конкретных причин, типа, отнести это ему. Давай прочитаем. Какой прикольный, кстати, островок с камнями. Что там что-то интересное есть? Так. Указ о награде. Бам-бам-бам. Че он там, дневник, да? Гримуар. Гримуар Мэльна Варона. Так. Автор Мэлен Варон. Мастер зачарования. Победа магии над Деядром. Хотя идея проведения экспериментов над Деядрическим артефактом была встречена насмешками и презрением, мне удалось преуспеть в том, на что невежественные и суеверные даже не решились бы. Черная звезда. Моя победа над Деядрической владычицей Азурой. Переосмысление преобразования величайшего камня душ. Он послужит сосудом моего бессмертия. Вот окончательное доказательство, что смертные могут жить бесконечно, как и обитатели Обливиана. О, какие видения, какие голоса Азура насылала, чтобы запугать меня. Кто-то называл меня безумцем, но истина была на моей стороне. На пути развития самой природы магии не может быть запретных святынь. Пускай Деядры шлют свои гадкие картины в мою голову. Они лишь подогревают мою волю, укрепляют в решимости отгородиться от любого влияния и любых нравственных укоров. С моими последователями я построил новое место, где мы будем свободны от закоснелых, закостенелых, наверное, умов Винтерхолда. Форт Иллинаута. До своего изгнания мы провели ряд небольших экспериментов, часть которых привела к разрушению острова. Но несколько наложенных чар сохранили руины в целости, и под водами озера Иллинаута мы нашли идеальное место для завершающей фазы Черной Звезды. И все. Просто я не хочу делать Черную Звезду. Кому мне надо сходить, чтобы, типа, это была не Черная Звезда? Я просто, честно говоря, признаюсь, я ни разу в жизни не проходил квест Азуры. Я о ней знаю. Я знаю о Звезде, особенно потому что, кстати говоря, наверное, можно включить отображение. Оно почему-то всегда по умолчанию здесь есть. Ну, как раз вот можно будет это дело потом в другом моде переработать. Здесь есть Звезда Азуры. Вот. Пока что просто она сломана. Она просто не определяется сама по себе. Ее надо руками настраивать. Она будет отображаться. Где она? Вот она у меня около... Около моего кошелечка. Кошелечек, кстати, надо в какое-то другое место убрать, да? Кошелечек можно, кстати, знаешь, где расположить? Миниск... Бэк-лефть, по идее, это будет. Это будет тогда у меня... Во, вот здесь. Да, нормально, ничего не мешается. И вот тут Звезда. Но она пока сломанная. Она бывает, ну, соответственно, во всех своих состояниях. Просто она сама не определится. Грубо говоря, если мы подбираем драконий свиток, то он у меня на спине будет. Сам по себе. Мне не надо ничего трогать. А вот с Азурой... Нет. Азуру просто по умолчанию всегда есть на бедре, и это странно. Слушай, давайте доплывем до вот этих камней. Мне что-то стало интересно, что там... Не умри только! Господи. Скайф. А то вдруг это какие-нибудь камни силы. Камни чего-нибудь еще. Там просто хороший был вид такой атмосферный. Волосы не отмылись. Не понял. Показалось. Камень леди. Действительно камень. Что дает? Лунный фамильяр, благословленный знаком леди, даруется компаньон, который появляется в начале боя и сражается за них. Предчувствия они чувствуют, когда враг способен нанести смертельный выпад, отвечают им тем же. Серьезно. Но не для меня. А мы поменяли, кстати, знак? Какой у меня знак сейчас стоит? Я не помню. О-о-о-о. А, это та броня. Серьезно. Я ее возьму. Это мне куда-нибудь на манекен. Это очень классная броня. Я ее в одном из шоу-кейсов показывал. Такая эльфийская. Она а-ля из Властелина колец. По-моему, она-то есть. Вот. Пользоваться ей, конечно, такой себе, но... Симпатично будет где-то смотреться. Так. Нам надо обратно к Азуре, да? Правильно понимаю? А, ну либо Казуре, либо не Казуре. Ну смотри. Эм... На Уасару. Аранье. Я предлагаю сохраниться, наверное, потому что я бы... Наверное... Я бы как минимум поговорил с Араньей. Мне типа тупо интересно даже вот что... Хотя... Враги? Какие враги? Какой-нибудь краб грязевый? Какие враги? Бабочка летает, что? Кто мешает мне переместиться прямо сейчас? Блин, так если у меня каждый уровень это плюс 10... К статистике, это я магию еще дольше буду качать, получается. Это невозможно. Я говорю, тут только какими-то артефактами. Надо будет после Азуры, короче, сходить в музей... И посмотреть, если у меня какая-то, возможно... Броня... Мантий... Вот что-то магическое, что я могу взять с собой в Винтерхолд. На увеличение магии, на скорость восстановления магии, на какую-то конкретную школу. Но, скорее всего, это будет разрушение. Хотя, кстати, учитывая, что... Вся история с вампиризмом может быть... Ох, как красиво. Боже мой. Ох, Азура какая светится. Смотри. Я предлагаю... Да, я предлагаю здесь сохраниться. И попробовать сначала отнести, действительно, сюда. Блин, небо просто охренительное. Особенно здесь. Вообще шикарное место. Вся вот эта вот статуя. Как-то мало... Мало информации дает это задание. Типа, касательно того, что лучше сделать. Мне кажется, что если отнести... Ну, хотя Азура даэдрический бог. Даэдра типа плохо. Но черный-то она станет в связи с чем? Сумерик, создание которых надлежит вывести из тьмы на свет. И из света во тьму. Что ты скажешь? Звезда Азуры. Разумеется, владычица Сумерик прислала тебя неспроста. Дай ее мне. И я попрошу Азуру вернуть звезде изначальную чистоту. Держи. Посмотри, если она сейчас сделает черную звезду, то это не очень, конечно. Азура, матерь Рос, богиня Сумерика Рассвета, твой избранный защитник вернул тебе твою звезду. Она желает говорить с тобой лично. Прошу, положи руки на алтарь и услышь ее голос. Типичная. 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 Приветствую, мертвец. Ты следил мою руководство через твилеты Твилета. И спасал мою звезду от Мейлен-Варра. Но его душа еще лежит внутри, защищена от его оборудования. Пока он опрошен, мой артифакт не нужен для тебя. А есть ли способ ее очистить? В конце концов, мертвец вернулся в мою звезду в обливии. Но я не думаю, что ты получил 100 или и так лет, чтобы ждать. Нет, только одна опция остается. Я отправлю тебя внутренне мертвеца. Ты уничтожишь Мейлен-Варра туда. Скажи мне, когда ты готова, мертвец. Я готов. Участие, мертвец. Я буду смотреть на тебя. Ну а очистить звучит неплохо. По крайней мере, на словах. Слушай, суперкруто. Да, звезде, конечно, нехорошо. Судя по окружению. Твою мать, дремора. Так, не падай, подожди, сердце Деядра. Наверное, будет лучше, если я все-таки сделаю так пока что. То это как раз таки вот это место не совсем то. О, мои ученики прислали мне свежую душу. Отлично. Я как раз проголодался. Подожди. С тобой что-то не так. Тебе не избежать своей судьбы, Мейлен. Мейлен, иди сюда. Твою мать. Самому бы не рухнуть вниз. Слушайте, ну вы меня вынуждаете просто это использовать. Пошел к черту. Ть-хе-хе. 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 Не волнуйся, мёртал. Я вернусь к тебе, пока ты будешь сломан. Моя звезда была восстановлена. Тем не менее, мне бы не хотелось, чтобы Дэдра заглядывала в моё будущее. Звезда Азура. Ну, я так понимаю, нормальная звезда Азура. Видишь, она не поменялась. А у нас в итоге есть... Как она отмечается-то? Тут её нет. Господи, как много карт. Они вроде закончились, их всё равно дохрена. Она, наверное, как камень. Ну да, она просто как звезда, не чёрная, нормальная. Нормальная звезда, ну окей. Теперь можно отметить нормальную звезду. Это единственный предмет, который так работает. Если я возьму, короче, чтобы вы понимали, то даже музыкальные инструменты отмечаются. То есть, если я возьму, типа, барабан, у меня будет на спине барабан. Я не знаю. То есть, вот эти штуки активируются автоматически. Вот тоже, да, этот белый флакон. Мы его к вас не проходили ещё? Ну, правда, починенная звезда тоже не то, чтобы прям суперкруто выиграть. Она даже не светится. Да, такое. Отлично. Разобрались. Блин, как мне нравится это. Я не хочу отсюда уходить. Можно мне здесь дом? Случайно. Так, слушайте, мы прокачали... Это, конечно, тупо, но... Подожди, мы прокачали ману чуть-чуть. Ярвака всё равно... 173 он стоит. Это невозможно. Пошли в музей. Сейчас со звездой разберёмся. Во-первых, я думаю, что как-то это задание должно было точно отметиться. А, звезда Азуры у нас... Деидрический артефакт. Деидрический зал у нас конкретный один. Даже уходить отсюда не хочется. Посмотрим какое-то снаряжение на магию, да. И будем думать, как бы мне... Упс. Будем думать, как бы мне... Как бы мне перестроиться. Ну, не перестроиться, ну, временно. Временно что-то сделать с магией. Ну, я просто не знаю. Это очень тяжело будет. Тоже... Эх, перестань бить микрофон, идиот. У нас есть робы какие-то... Артефактные. Сейчас зайдём посмотрим. Я не знаю. Что-то там может быть интересно. Кольца точно есть. На магию. Не факт, правда, что я их там не продал, не уничтожил? Типа, если они конкретно там вот именно магические есть. Для которых отдельная витрина, то, конечно, может быть. Амулеты. Кстати говоря, куча зачарованных амулетов. Может быть, что-то там есть и на магию в том числе. Прикинь, просто новичок приходит такой в коллегии. Здрасте. Я сразу в какой-то мега-роби, которую она там достала, я не знаю, старого там путешествия, несколько месячной давности. Какое-то убер-кольцо, амулет там, ожерелье, я не знаю, капюшон и вот эта вся фигня. Это будет великолепно. При этом в магии не понимает ни хрена, вот абсолютно. Вас боятся и ненавидят. Ну нет же. Ну а что мне поделать с тем, что меня боятся, блин, и ненавидят? Хватит, пожалуйста. А, точно, это же слетьют, я забыл. Сейчас он подумает. Твою мать, меня настолько не любят? Ни хрена себе. А вот это печально. А что мы будем с этим делать? Зараза, Сакросангт вот не имеет вот этого... Это гибкие настройки, как Better Vampires. Хрен там, что сделаешь? Вот это мне прям не нравится система, потому что... Я же не такой вампир. Я себя выделяю. Я уникальный вампир, между прочим. Я добрый, я хороший. Но вот эта фигня сейчас будет негативно влиять на репутацию. Надеюсь, что в музее никто не будет пытаться меня убить. Потому что в музее пока... Ну, бляха-муха, но это мне прям вообще не нравится. Что-то прям это перспективка какая-то не очень хорошая. Ну, нет. Вот этим вроде норм. Это, правда, просто посетители. Сколько у нас денег? Полторы тысячи. А сколько у меня наделалось денег? Как вы думаете? Что-то светло как-то слишком, нет? Мне кажется. Так, мой любимый музей. С гигабайтами забитой оперативной памяти. Не вылетай. Пожалуйста. Так, Азура, Азура, Азура. Мы там что-то еще понаходили. Давайте посмотрим, что можно положить. Так, эти мечи сейчас на какой-нибудь манекен... А, мечи нельзя. Ну, у меня там есть места. Плацкал Аурель. Аурель все еще отмечается, как будто у меня его нет. Нет. Шлем стеклянный нашли. Некромантум зачем-то подобрал в какой-то момент. Даже пропустил. Больше опыта. Мне бы не больше опыта, мне бы... Амулет королей, кстати. А зачем я таскаю его у себя на нотаре? Кто-нибудь знает? Хотя, с другой стороны, смотри, амулет королей точно надо скинуть. Аилейцкий камень... Да, в принципе, достану потом еще один. Так. И звезда Азура. Но звезда Азура это точно копия. То есть, типа, вот эту звезду я с собой буду носить. Однозначно. Слушай, а вот это... Не, не работает. Почему мы не хотим вставать за копировальный верстак? Опа. Вот тебе здрасте. Интересно. Не то, чтобы он мне прям нужен был, но, как скажете. Я потом разберусь с Азурой и просто достану еще одну. Как я всегда это делаю. Стул, привет. Как дела? Господи, как же он хорош. Посмотрите на него. Благоподобно. Картина повесить. Блин, мы столько картин собрали, и тут даже не под... Даже не половину. Потому что картины еще есть. Типа и тут есть парочка картины, и тут несколько, короче. И вот на этих стенах тоже есть картины. Так, а теперь... Я надеюсь, что это... Да, не насмерть. Теперь давайте думать. В принципе, есть посохи. Проблема в том, что посохи это скучно и неинтересно. Хотя тут есть этот потрясающий и этот ледяной... Ледяной охронмир. А что он делает? А шар света. И 60 фрост демеджа. Ну, такое себе. Объективно говоря. Есть вот эта вот история дракония. И там есть... Ну, там нет магического сета, по-моему. Есть маски. Шлема. Вот у нас кольца. Проблема в том, что кольца... Это, конечно, надо смотреть. Амулеты. Вот магия, например, да? Регенерируется 26% быстрее. Здоровье. Величивает просто магию. Стамина. Больше урона щитов. Крики. Время между криками. Сопротивление. Это реплика кольца на лечение. Стоимость. Школу разрушения, надеюсь. Сто процентов. Вот это я бы взял. Одноручные. Ну, парочку можно взять, да, вот отсюда колец. Это сто процентов. Помощь в странах. Это что? Не помню. Это у нас сапоги ослепляющей скорости. Кстати, полезная вещь. Не знаю, почему не пользуемся. Лунный и железный. Хорошо. Мечи это мечи. Так. Пошлите в доедрический зайдем в зал. Точнее, вот этот дракон рожден, но доедрический. Потому что интересно. Как быть. Вот восточную, выставочную. Посмотрим как раз, какое там... Ну, я уверен, что типа звезда там точно так же, как и все остальные доедрические артефакты висят. Просто в воздухе. Звезда Азура такого не заслужила. Что-то должно быть у нее покруче. Робы, 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 да нет у меня роб магических. Знаете, я начинаю понимать, почему типа музей это не полностью открытая локация. Ну, есть предположение. Типа, он сам себя вот в таком формате не вывозит. С переходами. Я не знаю, что будет, когда их будет больше. Так, Азура у нас теперь светится. Выглядит симпотно. Вот, но зато я закинул звезду. И она должна быть где-то здесь, по идее. А, да. Так, новый план. Дейдерический зал вообще отказывается работать. Музей продолжает. Показывает, что в скором времени вообще в него войти будет невозможно. И у нас здесь не то, чтобы есть место, да. Мне кажется, можно этот плащ снять отсюда. Он прям вообще слишком сильно лишний. Да, предлагаю так и сделать. Не знаю, куда я его дену, конечно, но... Как он странно выглядит. Ну, просто я на сто процентов уверен, что вот этот сет, он симпатичнее. Проблема в том, что он не на мужского персонажа. Это значит, что нам надо взять, наверное, вот эту броню. Ее как раз-таки сюда можно расположить и будет красиво. Так, это у нас где? Получается капюшон. Шраудет, шраудет, шраудет. Это у нас вот этот сет. И женский манекен будет теперь у нас в... Раз, два, три, четыре. Эсер-клет, конечно, толком не видно, но... Да, прикольный он, конечно. Но прям он... Он мне для Скай очень сильно. Мечи можно, кстати, наверное, куда-нибудь сюда, что ли. Они, в принципе, должны смотреться неплохо, как там это делается. Надо в правую руку взять вроде, да? А где? А вот. Пым. И пым. Но, правда, в руках они получше. Что-то, если взять. Да, в руках они, конечно, получше выглядят. Ну и, в принципе, не в помещении, когда солнце там. Так. Я еще, кстати, понял. Звезду уже надо, наверное, запитать. Как это сделать? Так, извлекатель. Нам надо, нет. Нам надо, получается, пентаграмму. Давайте посмотрим. А, нет, подожди. Снять это... Это снять зачарование. Так, предмет. Камень-душ. Я потому что так сильно в этом разбираюсь, что прямо сейчас мы разберемся, как это сделать. А, чаша поглощения чарот, наверное, тоже не то. Трансмагрифер камней-душ, возможно, со звездой Азура сработает. Не сработает. Хватает компонентов, но мне особо и не надо. Так, извлекатель. А... А как? А как вы это делаете? Только заклинаниями, что ли? Наверное, заклинаниями, как обычные камни-душ. Тут же нету для камней-душ каких-то конкретных мест, где можно с ними взаимодействовать, правильно? Получается так. Получается только через заклинания. А у нас есть, кстати, крик. Я не уверен, что он здесь. По-моему, разрыв души он называется. Сейчас надо убедиться. Разрыв души. Он вроде как закидывает потом душу. Нет, он подчиняет волю павшего. А где? Где-то, по-моему, у меня был крик. Так, оружие, тени, весь некрока, разоружение, дружба со зверями. Вот. Хотя нет, это высасывание энергии. Может, я его прокачал? Так, циклон, стремительный разрыв души, подчинение воли, огненное дыхание. Возможно, я что-то перепутал. Скорее всего, так и есть. Ну да. Но есть заклинания, я точно уверен, что ты заклинания накладываешь на человека. И после этого, ну, после его смерти, типа, его душа отправляется в камни, которые у вас есть. Камни у нас есть. Что из этих роб можно было бы взять в качестве одежды? Потому что вот эта фигня, она не дает никаких эффектов. Мда. А все равно не может помочь с кормлением? Не может. Я нашел в Сакрасанксе, я выключил штуку, чтобы меня больше не пытались убить на улице. Проблема в том, что это сработает. Только когда мы в следующий раз таким станем, значит, надо как-то сейчас будет кем-то закусить. К сожалению. Другого выбора нет просто. Так, фейлора. Куда фейлора делась? Не понял. Подожди. Так, стоп. Фейлоры нет. А где? Причем нету ни фейлоры, ни вот этой вот мадам, которую я, конечно же, помню, как зовут. Которую мы тоже не... Она может на кухне? Может, фейлора тоже на кухне? Куда не делись? А вот она. Ааа! Твою мать! Серьезно? Вот это не задачка. Мать, ну ты чё? Мать, ну я ж своя. Ну не надо. Спокойная. Так, у нас проблемы. У нас проблемы. А можно спрятаться здесь? Закрой нахрен стену. Вот это да. 5300 маловато. Слушай, ну в таком случае мы, наверное, прямо тут пока что остановимся. Я разберусь с тем, как мне поесть. Так что меня не убили, потому что я не хочу, чтобы меня убили. Я не хочу никого убивать сам. Вот. Поэтому это будет логическим завершением. Я, наверное, еще... Ну, в следующей серии уже, наверное, сходим, посмотрим в гильдию. Может быть, у них есть какие-то для меня новые раскопки или задания, или что-нибудь они нашли. Было бы интересно. Вот. Ну, а так, если нет, то, скорее всего, тогда действительно пойдем в коллегию Винтерхолда. Начнем пытаться хотя бы в магию. То есть, типа, там, да, ну, дадут какой-то начальный гир магический, который поможет существовать. Назовем это так. Но, конечно, я не думаю, что получится из-за того, что-то прям конкретно вменяемое. Может быть, все-таки имеет смысл взять пару посохов. Но у них тоже урона особо нет, к сожалению. Короче, посмотрим. На этом пока что все. Так что, если вам понравилось это видео, поставьте лайк, прокомментируйте, подпишитесь на канал, если вы еще не подписаны. И не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Также напоминаю, что все подписчики на Boosty получают доступ к новым сериям Skyrim и чуть раньше остальных. А на этом все. Увидимся.